22 июня 1941 года, пожалуй, самая трагичная дата прошлого столетия. 77 лет назад фашистские захватчики атаковали территорию Советского Союза. В память о страшных событиях тех времен в Ивановском дворце детского и юношеского творчества организовали работу тематических площадок. В музее гостям рассказали о жизни области во время Великой Отечественной. Отдельный стенд посвятили военной истории Дворца Пионеров. Дворец жил активной жизнью во время Великой Отечественной войны. Наши дети расшивали знамена вместе со своими педагогами. Они вязали рукавицы и отправляли на фронт. Здесь создавались разные комитеты. Здесь проходили новогодние елки, чтобы хоть немножко детей отвлечь от войны. После небольшой экскурсии гостям предложили посетить тематические секции. На одной из них представитель Госархива рассказал о вкладе ивановцев в Великую Победу. Часть информации о тех, кто ушел на фронт добровольцам в первые дни войны, сохранилась в исторических документах. Кроме того, титаническая работа велась в тылу. Наши ивановцы помогали освобожденному Сталинграду. И собирали очень много и одежды, и обуви, и стройматериал, пиломатериал. Отправляли все это в освобожденный Сталинград, когда уже освободили от немцев. О принципе работы металлоискателя и о том, что такое солдатский медальон, ребятам рассказал педагог Дворца детского творчества Владимир Чебоксаров. В небольшом футляре хранилась персональная информация о каждом бойце. С ее помощью можно было идентифицировать тела погибших солдат. Однако, к сожалению, бывало так чаще всего, что этот бумажный вкладыш либо не сохранялся в наших дней, как бумаговый материал сам себе недолговечный, или наоборот, он был просто не заполнен, так как была примета, что заполнишь медальон, позовешь себе смерть. Поэтому многие солдаты, веря в эту примету, не заполняли медальон, тем самым лишили себя посмертной известности. После небольшого экскурса в историю собравшиеся возложили цветы у мемориальной стены памяти. На ней фотографии тех ивановцев, которые ценой своей жизни подарили нам мирное небо над головой. Максим Серебряков, Михаил Кенгуров, РТВ, Иваново.